В Госдуме предложили разрешить водить автомобили с 16 лет. Парламентарий, выдвинувший эту идею, отметил, что молодые люди в 16 или 17 лет уже могут официально работать, учиться в другом городе и жить отдельно от семьи. Поэтому и водить автомобиль молодым людям уже можно. Также депутат считает, что снижение возрастного ценза способствует более раннему вовлечению молодежи в экономические процессы, поскольку замотивирует устроиться на работу, чтобы заработать на автомобиль. Рязанцы разделились во мнении насчет поступившего предложения. Надо сначала набраться какого-то опыта, отучиться как следует, ну и быть уже более сложившимся человеком, то есть личностью, чтобы садиться за руль. Но как бы 16 лет я не считаю, что это возраст подходящий. Даже 18 лет я считаю неподходящий возраст для вождения автомобиля. Так я считаю, что где-то в районе 25 лет. Думаю, что идея в принципе неплохая, она хорошая. То есть 16 лет, это в принципе уже довольно-таки взрослый человек. Он даже по закону может быть дееспособен. То есть эмансипирован, то есть может быть предприниматель. В 18 они все умеют водить, а в 16 куда уж. Все-таки это несовершеннолетние дети, это еще не понимание полной ответственности. Я считаю, что это неправильно. Некоторые в 30 лет не ориентируются на дороги и никак не могут запомнить правила. Некоторые в 16 лет начинают водить, но в 16 все равно все-таки равноватые. Это еще дети, где водители, а не в школе сидят. В свою очередь парламентарий, выдвинувший предложение о снижении возрастного ограничения для водителей, уже отправил письмо на имя начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Российской Федерации. Как будет развиваться ситуация, мы сможем увидеть позже. В то же время Минтранс подготовил проект поправок в правила дорожного движения. В частности, речь идет о поправках, регулирующих тонировку автомобилей. Планируется, что можно будет чуть сильнее затонировать лобовое стекло. О тонировке других стекол ничего не говорится. В целом, рязанцы по-разному относятся к тонировке. Тонировать автомобиль не нужно только по одной причине. По причине безопасности. Чем лучше обзор, тем выше безопасность. Видимость плохая, особенно ночь. Так как сама ложу машину, считаю, что это неправильно. Думаю, что мы живем в демократичной стране, и тонировка – это выбор каждого человека. Во-вторых, еще тонировка вполне может спасать от солнца, кстати. В разработанном Минтрансом масштабном проекте изменений говорится и о том, что в машине также можно будет возить любую аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки, чьи параметры не регулируются конкретным ГОСТ. Еще один блок поправок касается средств индивидуальной мобильности, к которым авторы проекта относят электросамокаты, скейтборды, роликовые коньки и тому подобное. Ребенок в возрасте до 7 лет сможет использовать их только в сопровождении взрослых на тротуарах и пешеходных дорожках. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».